Ан-Багаватам песнь, 6 глава, 12, славная смерть в ритросуры, текст 16, перевод стиха. Враг мой, взгляни на меня! В дребезги, разбив мое оружие и отрубив мне руку, ты уже одержал надо мной победу. Но даже на грани поражения я из последних сил сражаюсь с тобой, желая убить тебя. Даже в таком безнадежном положении я не падаю духом, так что и ты не поддавайся унынию и снова возьмись за оружие. Враг мой, взгляни на меня! В дребезги, разбив мое оружие и отрубив мне руку, ты уже одержал надо мной победу. Но даже на грани поражения я из последних сил сражаюсь с тобой, желая убить тебя. Даже в таком безнадежном положении я не падаю духом, так что и ты не поддавайся унынию и снова возьмись за оружие. Комментарии Его Божественной Милостивейши Ишимада Ачеба Активдан, ты с вами в руку падает. Вритрасура был настолько силен духом, что по сути взял на себя роль духовного учителя Индры. Вритрасуру ничуть не смущало то обстоятельство, что сам он был на грани поражения. Он знал, что ему предстоит погибнуть от руки Индры и сознательно шел навстречу смерти. Но оказавшись в роли врага Индры, делал все, чтобы убить его. Вритрасура исполнял свой долг и долг нужно исполнять при любых обстоятельствах, даже когда мы знаем, каковы будут последствия. Итак, мы продолжим обсуждать адхикары, квалификации. Итак, мы с вами обсудили разные состояния и разные представления ума, когда человек находится на уровне квалификации, конечно, адхикари. И многие смеялись, я как бы делал это достаточно потешным. Но дело в том, что мы рассматривали эту позицию с другой ступени. Мы старались с более высокого уровня посмотреть на это. И это было очень смешно. Но когда мы смотрим чьими-то глазами, тогда это смешно. Но когда мы смотрим своими глазами, мы принимаем это за идеальное положение. Более того, мы даже не видим, что это смешно. Мы считаем, что это очень серьезно, правильно и очень реализовано. Вот почему говорится, что этот уровень Баджина Крия ознаменуется именно тем, что человек постепенно должен увидеть свой предыдущий уровень. Как можно увидеть, что человек прогрессирует? Он испытывает такое состояние смущения за свои слова в прошлом, за свое поведение в прошлом или в настоящем. Как только мы возвышаемся, первое, что мы делаем, мы рассматриваем с этой стороны кого? Себя. Как только мы продвигаемся, первая реализация, это мы себя видим. Как мы действовали, чем мы жили, что мы говорили и так далее. Это означает, что мы смущены своим поведением, мы смущены своими словами, смущены своим мотивом, смущены своими целями, своими взаимоотношениями. На чем мы их строили. И поскольку это очень смешно. Это не то, чтобы приносит нам страдания, что мы это увидели. Мы смущены, потому что это так смешно выглядит. Не то, чтобы мы враждебно начинаем относиться к этому. Мы смущены и видим, что это так смехотворно. И когда мы видим человека, который в этом состоянии нас серьезно воспринимал, хотя находится совершенно на другой платформе, мы испытываем чувство привязанности и благодарности к нему. Почему? Потому что мы вдруг узнаем, что он-то, оказывается, в первую очередь видел, кто мы такие, как мы себя ведем. И при этом он нам подыгрывал. И Парупада говорит, что это состояние подыгрывания и называется состоянием сострадания и состоянием заботы. Это состояние подыгрывания и называется состоянием заботы. Что он, как опытный отец, он заботился о нас. Не стал испытывать чувство неприязни к нам. Что если бы мы, допустим, увидели такого человека теперь с этой платформы, то мы бы осудили его, мы бы постарались с ним не общаться или не теряли бы на него время. Но этот человек заботился о нас все равно, все равно с нами вступал во взаимоотношения, очень серьезно разбирал какие-то вопросы с нами, которые были так смехотворны и никчемны. Итак, далее говорится, что человек по мере очищения начинает культивировать определенные взаимоотношения с духовным наставником или с духовным авторитетом. В частности, с духовным учителем. И на первой стадии человек считает, что духовный учитель – это непосредственное общение через признаки вапу. И поэтому мы с вами говорили, люди сфотографируют духовного учителя, то есть они хотят воспринимать его телесно. И человек, несомненно, воспринимает, сколько раз он был на даршине у этого тела, сколько раз он коснулся этого тела и так далее. Это называется вапу. Сколько раз он видел это тело. Но это называется первая стадия. И вапу разделено на этот уровень, который называется пратьякша. Пратьякша, если вы помните. Пра означает посредством акша или окша. Означает виденье. Посредством очевиденного. Ока – это означает глаза. Увидеть. Я хочу увидеть гуру. Гуру хочет меня увидеть. Мы виделись с гуру. Вы видите, что мы виделись с гуру. Где? На фотокарточке. Все связано с увидел. Я видел, он видел. Вы видели, мы видели, все видели. И так далее. Видение. То есть, и человек на таком уровне также воспринимает отношения с авторитетом. Сколько раз он с ним виделся. И когда тело куда-то отправляется, все говорят. О, мы так долго вас что? Не видели. Мы так долго вас не видим. Мы совсем уже тут сдулись. И так далее. Почему этот уровень? Это называется протягши. Они вдохновляются через что? Через увиденное. Поэтому, когда мы приезжаем в святые места, мы их увидели и вдохновились. Мы увидели духовных учителей и вдохновились. Мы увидели какой-то храм, вдохновились. Увидели какую-то личность, вдохновляемся и так далее. Потом. Мы услышали песни. Итак, видение такое. Такое слышание. Мы трогали. Мы трогали стопы. О, какие стопы. Мы их трогали. О, мы трогали этот объект и так далее. Трогали, нюхали. Мы чувствовали, что там гуны не такие. Мы все на уровне чувств. Это называется протягши. Точно так же мы воспринимаем все. Всех окружающих, свои взаимоотношения с позицией собственных каких чувств? Несовершенных. Несовершенных. В чем же несовершенство наших чувств? В том, что они в иллюзии. И эта иллюзия воспринимается нашими чувствами. И мы одно принимаем, что? За другое. То есть, абсолютную непродвинутость мы принимаем за что? За продвинутость. А продвинутость за что? За непродвинутость. Одно за другое. Не то, чтобы мы чуть-чуть, там допустим, в змее не разбираемся. Мы как бы путаем червяка со змеей. Нет. Змея для нас веревка. Иллюзия это когда противоположное. И когда мы какие-то материальные качества ценим больше, чем какие духовные. Поэтому мы с вами видим, что богатый человек для нас более почитаем, а нищий человек, что менее почитаемый. Мы видим, что образованный человек академический для нас более уважительный человек. А такой деревенский, простой, мы так бы его снисходительно к нему относимся, как бы игнорируем его. И так далее. Итак, таков уровень нашей квалификации. Поэтому мы заполняем свою жизнь всевозможными чувственными восприятиями. И поэтому здесь внутри, прямо находясь внутри духовной жизни, мы начинаем испытывать те же самые проблемы, что мы испытывали где? Да, в материальной жизни. Здесь у нас тоже приходит, что дружба, ненависть, предательство, подставы, политика. Мы страдаем. То мы тут наслаждаемся, то испытываем счастье, то опять мы впадаем в горе, в уныние. И мы не можем понять, что же такое-то. Там мы сражались, там страдали. Там столько было этих проблем. Ушли сюда, думали, что здесь все чистые, преданные. А здесь-то елки, еще хлеще бывает. Здесь даже мы встречаемся с тем, с чем там даже не встречались. По карманам шарят, детей насилуют, дерутся. Сексом занимаются где-то, не знаю, за углами и так далее. И мы в ужасе. Что ж такое-то, елки-палки. И у нас от экстаза, сначала, что мы попадаем сюда в экстази все, что здесь все идеальны. Постепенно этот экстаз начинает что? Улетучиваться. И мы думаем, о, я продвинулся. Потому что теперь я вижу недостатки. Наконец-то я продвинулся. И мы начинаем уже с этой платформы видение. Сначала мы все идеализировали, то есть в Раджесе. Раджес нас опустил до невежества и приковал к этому невежеству. И теперь мы все критикуем. Теперь мы никому не доверяем. Да, бывал у нас, тоже говорил так хорошо. Потом, знаете, что произошло? Да, мы тоже строили храм. Потом, знаете, что произошло? Да, я тоже дурак, следовал садхане. Потом, знаете, что произошло? Я тоже доверял всем, знаете, все украли. И так далее, и так далее. И мы погрузаемся в следующую крайность. Теперь мы думаем, что это опыт. Тогда мы достигли оптимизма И думали, ой, как мы продвинуты Вы наверняка замечали, все новички всегда в экстазе Вот сегодня одна девушка Мне даже лепестки предложила стопам Прямо на Пуджи Шрили Праупаде Она взяла, и она была искренней Потому что она так думает, что это нормально Что это продвинуто Она действует импульсами чего? Эмоций Эмоций, сентиментально Но тот импульс, который подвигает ее Он, несомненно Может быть даже очень духовным Но когда он преломляется через призму невежества Овидье Он сразу преломляется через ложное эго Через материальные представления Ложная ненависть к ложным привычкам И в итоге он выражается В какой-то глупости Итак Хороший импульс Преломляясь через все эти клеши И все через нашу карму И все гуны материальной природы Превращается в нелепый поступок И прекрасный импульс Который вел бы, может быть К установлению прекрасных, наоборот Вечных взаимоотношений Превращается во что? Шрилович Иванатыча Кравартихтакур говорит В аппаратху В оскорбление Представляете? Что человек хотел как лучше А совершил оскорбление И поэтому Иванатыча Кравартихтакур говорит Что тот, кто изучает философию Аппарат То есть, как избежать оскорблений Должен очень хорошо понять Природу оскорблений Что природа движения Любого Это что? Как лучше Сам импульс исходит Как чистый Но преломляясь через все И через это Он превращается В противоположный Вот что такое иллюзия Я хотел как лучше А получилось как всегда Я думал, что это веревка А это оказалась змея Я думал, что это прогресс А это оказался регресс Итак На уровне чувств Когда человек остается В одиночестве То есть, он лишен общества преданных Он никого не принимает Авторитетом То ему суждено на этом уровне Испытывать Да Все результаты Такого Сентиментального уровня Такого Сентиментального уровня Вот почему Шила Прабхупада говорит Что на первых стадиях Неплохо бы даже Обладать фанатизмом То есть Что такое фанатизм? Вера, лишенное Знание Сентиментализм Прабхупада не говорит О сентиментализме Он говорит о фанатизме Что такое фанатизм? Это при любых обстоятельствах Сентиментализм Это когда чувства удовлетворены Я делаю Когда они удовлетворены Не делаю А фанатизм Он очень сильно похож На продвинутость Я делаю При любых обстоятельствах Но Когда человек Исполняет долг При любых обстоятельствах И как это означает Его долг Продиктован Знанием А когда человек Исполняет Обязанности Не имея знаний Но точно так же С виду Это продиктовано Чем? Фанатизмом И мы можем видеть Что фанатики Неуместно Действуют Если человек В знании Он очень хорошо Разбирается Что? Кало де шипатра И поэтому следует Долгу Как? Гибко Он всегда это делает Но меняет Что? Формы деятельности И так далее В зависимости От времени Места и обстоятельства Но никогда Не прекращает действовать Фанатика Он тоже Никогда не прекращает Действовать Но он ни в коем случае Не проявляет Гибкости Вот связанной С временем Местом и обстоятельством Так можно так же Сразу Увидеть фанатика Сразу мгновенно Можно разглядеть Что человек фанатичен То есть Не обладает знанием И так Наши чувства В иллюзии Поэтому мы всегда Совершаем ошибки И эта иллюзия Выражается в том Что мы все Идеализируем И когда мы Видим Что это Не идеально Мы сразу Опять же Перепрыгиваем Через реальность И начинаем Ко всему Теперь относиться Как? Пессимистично И так Оптимизм наш Тут же превращается В пессимизм И поэтому Шрилович Манадхача Краварти Токур Называет этот уровень Уцага Ложный энтузиазм Который проявляется В идеализации И так же проявляется Энтузиастично Мы распространяем Все наши пороки Мы очень вдохновлены Говорить о негативном И так С каким энтузиазмом Мы говорили о позитивном Теперь мы Как ты не слышал Пойдем я тебе кое-что расскажу То мы раньше рассказывали О позитивных вещах Теперь мы разговаривали И мы и то и другое В первом случае Мы это приняли За духовный свой прогресс А в том случае Мы опять же думаем Теперь я еще больше Продвинулся Теперь я Дурачок Я вижу то Чего ты еще не знаешь Ничего Скоро ты увидишь К чему это все приведет Все эти ваши Прекрасные взаимоотношения Я тоже была дурой Прекрасные отношения настроила А потом Что произошло Потом я страдал Так что нельзя Нельзя эти отношения Серьезно принимать И так человек Впадает в эти две крайности И эти крайние ситуации Говорят именно О том Что он полностью Лишен чего Знания Потому что знания Итак Оптимизм Это гуна страсти А пессимизм Это гуна невежества А в какой гуне Знания присутствует Только в гуне благости Поэтому говорится Гуна благости Возвышает Просветляет Дает знания Благодаря этому знанию Человек освобождается От последствий Прошлой греховной деятельности И дает ему Мудрость И религиозность И так Это гуна благости Таким образом Человек стремится К знанию Вот как мы стремимся К гуне благости Мы не стремимся К чувственному восприятию А стремимся К какому? К восприятию Через призму знания И тут Мы наталкиваемся На очень Опять Новую проблему Все что мы считаем Своими чувствами Которые Эти все чувства В ум Приходят Хорошим Через призму знания Становится чем? Плохим А все что мы считали Плохим Оказывается Через призму Знания Что? Хорошее И так Плохое Хорошее Мы начинаем Познавать С уровня ума Не полезное И бесполезное А плохое И хорошее И в этом Вы помните Крошка Сын пришел к отцу И спросила Кроха Что такое Хорошо Что такое Плохо И что же На этой стадии Как только человек Пытается Знанием взглянуть Он тут же Начинает ощущать Себя Полным Глупцом Полным Глупцом Абсолютно Неквалифицированной Личностью Особенно Когда он Находится С человеком Рядом Который Который Рассматривает Его деятельность И деятельность Других Через призму Знания И тогда В этом состоянии У человека Наступает Две проблемы Либо Признать Что я Полный Глупец Что очень Для ума Неприятно Итак Человек С уровня Ума Он не думает Полезно Или не полезно Он приятное И неприятное И он начинает Что Избегать Общение С личностью Рядом С которой Он чувствует Себя Полным Кем Глупцом Вот почему Иногда Человек Как я только С вами Не заговорю Но блин Полный Идиот То есть Он не может Принять Что он Полный Идиот Или полный Глупец У него Это ощущение Возникает У него Возникает Ощущение От общения С этой Личностью Что он Полный Глупец А ложное Эго В котором Сформировано Практично То есть Гордость Оно Не позволяет Как это Я Рядом С другими Я Продвинутый А именно Рядом Вот с этим Глупец У кого Значит Проблемы Если Другие То все Считают Что я Продвинут Я Рядом С этой Личностью Чувствую Себя Полным Глупцом Полным Что такое Видимо У него Такие Проблемы Что он Все время Хочет Мне Доказать Что я Хуже Его Все Время Наверняка Полный Глупец И возникает Состояние Опасности Находиться Рядом Вблизи С такой Личностью Потому что Именно рядом С этой Личностью Мы видим Все свои Что Недостатки Потому что Факел Знания Говорится Он Рассеивает Тьму Невежества И люди Начинают Видеть Вещи Такими Какие Они Что Есть Не такими Какие Они Хотели Бы Их Видеть Или Не Хотели Бы Их Такими Видеть А Какие Они Есть И Тогда У Человека Наступает Новый Кризис Новый Кризис Отхикары То есть Квалификации Он Не Может Разобраться Кто Ему Хочет Благо А Кто Хочет Ему Что Причинить Беспокойство Избитый С толку Он Думает Что С теми С кем Он Чувствует Себя Мудрецом Это Он Чувствует Себя Полным Животным И Абсолютно Неквалифицирован Это Люди Которые Его Унижают Оскорбляют Постоянно Хотят Ему Причинить Беспокойство И Он Отходит И В этом Состоянии Он Испытывает Говорится Сердце Человека Почему Везде Павупада Говорит Человек Должен быть Очень Аккуратен Со Своим Сердцем Внутри Сердца Своего Он Чувствует Что Он Неправ Но Ум Начинает Проповедовать Ум Начинает Проповедовать Этому Живому Существу Что Может быть Я и Неправ Но Так Со мной Нельзя Почему Ум Начинает Это Проповедовать Потому Что Ум Первое Лицетворение Ложного Эго Задета Это Пратиштха Гордость Которая Возникла В результате Ложного Эго Человек Чем-то Гордился Чем Своими Симпатиями И антипатиями И принимал Их За знания То есть Невежество То есть Низшие Гуны Он Принимал За высшие Невежество Он Принимал За знания Вот Что Такое О Веде Когда Мы Знание За невежество А невежество За что За знания И Представляете Когда Мы Одно Принимаем За другое Когда Мы Сталкиваемся С тем Что Противоположно Какое Мы Чувство Испытываем Противоположное И так Люди Боятся Что Кто-то Раскроет Им Глаза Почему Потому Что Раскрывать Глаза Это Означает В первую Очередь Человек Теряет Свой Собственный Удачливый Жребий Вот Почему В Тхамападзе Описывается Что Когда Глупец На свое Несчастье Получает Знание То В первую Очередь Оно Уничтожает Его Собственный Удачливый Жребий А в конце Концов Разбивает Ему Голову То есть Человек Который Все Время Хочет Узнать Он Может Потерять Жизнь Даже Если Он Еще Не Узнал Что Же Такое Знание В чем Же Оно Проявляется Поэтому Говорится Знание Проявляется В науке Самоосознание Знание Проявляется В науке Самоосознание И поэтому Когда мы Говорим Каништха Адхикари Мадхяма Адхикари Или Утама Адхикари Это означает Что эти люди Квалифицированно Самореализовались Вот почему Кришна говорит Самореализованные Личности Должны быть Они Самореализовались Они увидели Все это В себе И все это В себе Что Исправили Исправили Теперь Они способны Видеть Глазами Знаний Что Истину И поэтому Они способны Тебе ее Что Дать А смирение Которое Ты должен Заплатить За эту истину И есть То что Ты примешь Что Они Тебя Что Тебя Что Выше Более Квалифицированы Вот что Такое Смирение Правопады Говорят Считать себя Полным Глупцом По отношению К тому Кого мы Принимаем Авторитетом И пытаемся Задавать ему Вопросы Касательно Истины Касательно Истины Полным Глупцом Но Люди Боятся Себя Чувствовать Кем Полным Глупцом Особенно Когда Канишко Вовлечен В эту Ступень Которая Называется Протягша На этом Уровне Человеку Очень важно Чтобы у Человека Была Бахерваса Шафран Лысина Чтобы мы Все видели Документ Что он Духовный Учитель То есть На уровне Объектов И атрибутов Он воспринимает О Сколько у этого Гуру Учеников О Вы знаете У него Пол Индии Учеников Да он Еще вдобавок Индус О Понятно Это Настоящий Он из Какой Семьи Из Вайшнавской О Он Куда Более Продвинут Потому Что Индус Из Вайшнавской Семьи У него Пол Индии Уже Учеников Он Там Вообще Как-то Где-то На лекции Вспомнил Что он С Господом Читание Обнимался Через что же он Воспринимает Через Внешние Очевидные Факторы Итак Для него Великий человек Это Чье величие Очевидно Это Это и есть Иллюзия Потому что Преданность Она Не очевидна Всегда Ее невозможно Разглядеть С уровня Чувств Каких Находящихся В иллюзии В иллюзии Вот почему Говорится Что Деятельность Арджуны С позиции Мирской Религиозности Выглядела Как великое Злодеяние А с позиции Преданности Как великое Жертвоприношение И увидеть Преданность Можно только Глазами Чего Знания Знания Говорится Знание Приходит Только в результате Понимания А понимание Приходит Только в результате Служения Что такое Слуга Я служу Вашему Виденью Я служу Вашим Представлением Я служу Вашим Желанием У меня нету Своих Представлений Своего Виденья И своих Желаний Ваше Желание Стало Моим Желанием Ваше Видение Стало Моим Видением И ваши Представления Стали Моими Представления Я Слуга Понимаете да, что такое слуга Это не когда у меня мнение Ваше мнение Я служу вашему мнению И Кришна говорит Таково мое мнение О Арджуна Арджун говорит, да, а мое мнение Вот такое И так Человек долго не может разобраться Что же такое слуга И он каждый раз приходит и говорит Я ваш смиренный Покорный слуга И я бы хотел Сделать вот это для вас И вот это, и вот то И у меня есть такое мнение Вы послушайте мое мнение И когда вы говорите, нет, это не очень правильно Вы говорите, ну вы, видимо, не понимаете Говорили мне, что вы многое не понимаете Да, очень часто мне говорили Он многое не понимает Ну ничего, скоро продвинетесь, поймете Меня понимает только гуру Вам еще, видимо, не дано меня понять А гуру, что, видя такого Продвинутого Просто ему подыгрывает Как мы подыгрываем детям В их всяких глупостях Шалостях Мы просто подыгрываем Что человек Самое важное Должен остаться просто В процессе И постепенно Общаясь с разной категорией Живых существ Он Начнет это видеть Он начнет это видеть Постепенно Итак Эти степени Продвинутости Или эти ступени Или как анги Их называют Они преодолеваются В непосредственной близи С теми Кто обладает Знанием А знанием Обладают только те Кто обладает Пониманием А пониманием Обладают только те Кто служат Теперь можно понять Кто служит Мы все время приходим И спрашиваем Он служит Или она не служит Что же мы под этим Подразумеваем Мы должны подразумевать Что слуга Сам титул слуги Или название Даса Это означает Чьи-то желания Он делает Своими желаниями Чьи-то представления И мнения Становятся его мнениями Он служит желанием Мнением Представлением Видением Своего господина Осуществляя Это Практически Осуществляя Практически Не свои желания А желания Своего господина Осуществляя Практически Его виденье Его мнение И распространяя Его ум и настроение А не комментируя Его желания Его мнения Через призму Своих представлений Он служит Представлением Своего господина Вот что такое Слуга И это еще не означает Что этот слуга Чистый Потому что За такое служение Он может просить И желать чего? Награду Награду И поэтому Кришна Говорит Что предаться Стать слугой Достаточно легко Надо просто Отказаться От своих Представлений Это достаточно легко Но отказаться От мотивов Достаточно сложно И поэтому Весь путь Духовной практики Связан с очищением Мотива Не с тем Чтобы человек Понял Кто такой слуга Мы то очень падшие Личности Мы по 10 лет Разбираемся Кто такой слуга 10 лет Мы по 10 лет Разбираемся Что значит Быть слугой И писать в письме Подписывать Письмо Ваш слуга Мы даже не можем Разобраться Кто такой ученик И пишем Ваш ученик Такой-то Потому что Для нас Это Лишь Плоскостное Внешнее Определение Как вот в Советском Союзе мы говорили Товарищ Вы почему Такую морду У вас такая неприятная Товарищ У товарища Не может быть Неприятная морда Или товарищ Мы вас расстреляем Слово товарищ Превратилось Примерно в слово Мужик Половое состояние Товарищ Точно так же У нас слово Ученик Может просто Выхлоститься И стать рафинированным Ученик Слуга Мы говорим Дас Или кто-то говорит Я такой-то Давидаси Я такой-то Дас Что мы Хотим показать людям Что мы Дасы Но Даса Показывается Не словом А чем Делом Как узнать Что человек Служит Именно через Эту призму И поэтому Санатный Госвами Именно об этом Говорит Сева 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 Нужна Сева Потом Это Сева Становится Какой Анукулья Сева Человеку обучают Что же такое Анукулья Это не просто Принять желания Человека И стать Их воплощать В деятельность Его Мотивы А это Означает Желать Его Удовлетворить Чтобы Эти желания Его Его Виденье Его Удовлетворило Потому что Авторитет Раз он так Желает Он считает Что это Будет Правильно И таким образом Говорится Слуга Пытается Это Сделать Так Чтобы Он был Удовлетворен Своим Желанием Своим Видением Своим Представлением Тот Кто Его Дал Нам Рассказал Нам О своем Желании Своем Видении Своем Представлении Мнении И нужно Его Исполнить Так То есть Воплотить В деятельность Чтобы Тот Кто Нам Это Дал Был Доволен Это Называется Анукулья Следующее Еще раз Шиланам Шиланам Значит Сделать Это В соответствии С наукой Предного Служения Подойти К этому Научно В соответствии С шастрами Садху То есть Мы должны Знать Как это Сделать Если Мы хотим Выказать Кому-то Почтение Это Не означает Что Мы При Открытом Алтаре Когда Идет Пуджа Парупад Берем Цветки И бросаем Какому-то Животному Под ноги И кланяемся Ему Ставя Это Животное Выше Парупады Выше Божества Выше Общества Преданных Мы таким Образом Желая Как лучше Совершили Что Что мы Совершили Не зная Просто Оскорбления Оскорбления Этой Личности Мы Оскорбительно Отнеслись К ней Оскорбили Предных Божество И Шилы Парупаду Кто-то Будет Снисходителен Кто-то Не будет Снисходителен Парупада Говорит Если Подойти К огню И сказать Дорогой Поэтому Он сейчас Сунет Голову В тебя Пожалуйста Не жги Его Парупада Скажите Пожалуйста Огонь Послушает Вас Огонь Будет Проявлять Сентиментальность И в шастрах Говорится Я Огонь Жертвоприношения Я Огонь Кришна Говорит Самый Чистый Элемент Огонь Что Значит Чистый Он Беспристрастен И Таким Образом Живое Существо Получает Наказание Даже если Оно Не знало Потому что Нас наказывают Не за знание Знание Сжигает Последствия Греховных Поступков Нас наказывают За что За невежество Наказуемо Невежество И когда Живое Существо Выслушало Глазами Знаний То оно Начинает Вот представьте Я сейчас Высказываю Глазами Знания И человек Который Хотел Как Лучше Начинает Себя Ощущать Полным Глупцом Подключается Ложное Эго Анартхи И все Остальное И он Начинает Чувствовать Не то что Его Обучают И на него Благо проливают А что Его выставляют Полным Идиотом Да еще Публично Могли бы Где-нибудь Под одеялом На отдельном Месте Сказать Тихонько Или вообще Промолчать Быть снисходительным И так далее Но я не Сентименталист Чем быстрее Человек узнает Четче И жестче В него Войдет Тем он Быстрее Может исправиться Но ум Человека Должен В этот момент На самом деле Что Принимать Что этот человек Знает Лучше Меня И хочет Мне благо Вот почему Говорится Принять Авторитет Это означает Считать Этого человека Лучше себя Убедиться В этом Что он Лучше Меня Убедиться Что этот человек Больше И глубже Знает И понимает И убедиться В том Что этот человек Всегда Хочет Мне благо Только В этом Случае Человек Может Принять И так Не забывайте Что если Мы сами Думаем Что мы Лучше Кого-то Я думать Буду Я лучше Их Я больше И глубже Знаю Я хочу Им добра А они Не понимают Этого И я Начну Долбить То означает Что я Глупец Потому что Авторитет Это не тот Кто себя Считает Авторитетом А того Кого Считают Авторитетом То есть Подопечный Должен думать О человеке Он лучше Меня Он больше И глубже Знает И понимает И он Он хочет Мне Добра Вот Почему Он Авторитет Итак Эти два Вида Общения Почему Я всегда Говорил Люди Начинают Проповедовать Близким Друзьям Каким-то Знакомым И говорят Я себя Полным Дураком Ощущал Они Подумали Что я Сумасшедший Потому что Вы Просто Неквалифицированы Вы Стали Проповедовать И объяснять Людям Которые Не считают Вас Лучше Себя Которые Не считают Что вы Больше И глубже Знаете И понимаете И которые Не считают Что этим Вы хотите Принести Им благо И поэтому Даже Вы будете Говорить им Правильные Вещи Подключаясь Через ложное Эго Вся эта Система Проходя Они будут Считать Что вы Причиняете Им Беспокойство Что вы Нехороший Человек Что вы Глупец И подлец Поняли Да Почему Так происходит Когда мы Начинаем Получать тех Кто нас Не считает Своим Что Авторитетом Вот почему Санат Магасвами В этикете Говорит Что нельзя Поправлять тех Кто считает Что вы Равны ему Или еще Даже что Меньше Надо найти Его авторитета Какого Кого Он принимает А не кто Говорит что он Его авторитет Еще одна Задача Еще одна Тайна Для глупого Взрения Он будет Искать Авторитета Назначенного Понимаете Прибежит Вот Лакшина Райана Вот тот То То Или там Вот Гуру Махараш Но вы можете Не знать Что человек Даже может Не принимать Авторитет Гуру И принимать Авторитет Какого-то Друга Своего Куда больше Чем даже Авторитет Гуру Авторитет Какого-то Президента Может быть Для него Выше В тысячу Раз Чем авторитет Собственного Духовного Учителя AGBC И поэтому Говорится Квалифицированная Личность Она смотрит Кого он Принимает Авторитетом Неназначенцем А кого он Серьезно Воспринимает Кто На его Поведение На его Сознание На его Деятельность Оказывает Что Влияние И вот Тому Человеку Санатному Госвами Говорит Надо Подойти И сказать Вот он Так себя Ведет То Вы бы не могли Помочь ему Потому что Мы видим Что он Не прав И так Очень много Процессов Квалификации Возникает И поэтому Мы видим Когда человек Говорит Знание Все Относятся К нему Что Неравнозначно Вот почему Духовный Учитель Парикшита Махараджа Дал ему Указание Иди И слушай Шукадеву Госвами Потому что Если бы Махарадж Парикшит Сам пришел Туда Он бы Его авторитет Что Не принял Почему Потому что Шукадеву Госвами Было всего 16 лет И он Не был Известным В кругу Мирских Людей Он не Носил Титул Великого Просвещенного Брамана Он Никем Не был Единственное Что знали Что он Не более Чем Сын Вьясы Сын Вьясы Но там Эти мудрецы Они понимали Что По праву рождения Еще ни о чем Ничего не говорят Качество Но он был Очень молод Он был Очень молод И эти Мудрецы Они Узнали О том Что он При всей Своей Молодости Является Куда более Продвинутой Личностью Чем Все Они Вместе Взятые И поэтому Они не смотрели На его возраст На что-то Они смотрели На его Духовную Квалификацию И когда Они собрались Послушать Они сразу Поняли Это И поэтому Духовный Учитель Парикшита Сказал Иди Слушай Слушай Там Великая Личность Маха Багавата Он будет Рассказывать Гранд Шриман Багаватам Иди Слушай И задавай Ему Вопросы Атато Брама Джигиаса Тадвидхи Пани Пратена Иди И служи Ему Считай Себя Полным Что Глупцом Пропада Именно это Объясняет Наставление Парикшиту Махараджу Царь Должен был Царь Великий Очень прославленный Квалифицированный Который в детстве Был лично защищен Кришной Внук Арджуны Должен был Сесть и слушать 16-летнего мальчишку Потому что С уровня Протягшей Это просто Невозможно Чтобы сопливый Мальчишка Вас поучал Поэтому мы говорим О возрасте О том О сём И мы находимся В плену Возрастных ограничений В плену Половых ограничений Что если здесь Матаджи И вы воспеваете Джапу Видите матаджи Видите Вы их видите Этих матаджи Человек не будет думать Думаю я о них И не вижу Он будет О я их вижу И они меня сбивают С толку И Парупада Приводит пример Шримад Багаватам Обезьяна Она живёт В лесу Она голая Всё Она вегетарианка Всё у ней У ней даже Каупинов нету Как она отречён И она вегетарианка И живёт в лесу Но она всё время ищет Чего? Секса Секса И поэтому Это называется Маркатова Ирагия Отречение Сексуально Озабоченной Обезьяны Что не надо Общаться с матаджами Не надо их видеть И поэтому Ямуна Ачария Говорит Что при одной мысли О половой близости С женщиной Мой рот кривится И я сплёвываю Емуна Ачария Говорит Только о том Когда мы Рассматриваем Женщину Как что Как объект Половых Чувственных Наслаждений Вот почему Люди Которые видят В женщинах Только объект Полового влечения Они говорят Не читай Джапу при них Потому что Они сбивают С толку Потому что Человек Который так говорит Как раз он-то Сексуально Что Озабочен Он сексуально Озабочен Он не видит Что они Матери будущие Он не видит Что они Вочновения Что они Предавшиеся души Он видит Только их Через призму Половых Взаимоотношений И поэтому Они беспокоят Его Половые Ощущения Половые чувства Это как правило Озабоченные люди Озабоченные Брахмачари Вот почему Они надевают Шафран Но Сохраняют Свои взаимоотношения С объектом Половой Жизни И они Ко мне приходят Очень часто Такие люди Вот как Конечно Отхикарий Допустим Ну там Кого-то уровня Я сам Конечно Но я Я знаю Многие вещи Потому что У меня Есть понимание По милости Служения Своим Авторитетом Когда я Распространяю Их Видения Их Желания Вопреки Даже Того Что сам Я могу Выглядеть И распространять И желания И их Мнение Как Очень Поганая Да и же Непродвинутая И такая Очень Неправильная Личность Потому что У меня Есть такие Наставления Которые Я Исполняю Получаю Очень Интересный Имидж Что я Сюда Никого Не Пускаю Я Не Пускаю Махараджи Неправильно Отношусь К проповедникам И так Далее Но я Сюда Пустил Многих Но мои Авторитеты Этого Не Хотели И Не Хотят И я Не Должен Вам Об этом Говорить И Поэтому Многие Годы Я Просто Принимаю Проблемы Желаний Моих Авторитетов И Здесь Говорится Долг Должен Быть Исполнен Даже Если Он Грозит Нам Какими То Проблемами И Так Эти Так Называемые Брахмачарии Приходят Ко мне И Расспрашивают Именно О Женщинах С которыми У них Есть Взаимоотношения Они Переоделись В шафран Я их Переодел В шафран Некоторых Одни Приходят Ко мне С беспокойствами О своих Матаджах Другие Нет И Они При этом Носят Шафран Я Так Их Журю То Я Снисходительно Отношусь К ним Почему В надежде Что у них Есть разум Что они Увидят И Сами Переоденутся Их Не надо Будет Что Обличать Они Захотят Сами Избавиться От этого Неправильного Положения Потому Что Обличать Это означает Делать Человека Еще Более Ухищренным Во лжи А ждать Когда он Сам Признается Это означает Что человек Продвигается Он Видит Свой Уровень И ему Неприятно Что он Так себя Вел И он Хочет Перейти На более Высокий Уровень На более Высокую Ступень Реализации Мы думаем Что переодевание Делает нас Выше Или ниже Лысины Шики Размер Шафран Белый Нет Нас Делает Это Грехаски Умеют Правильно Соприкасаться С объектами Чувств Чего не умеют Делать Кто Брахмачарии И себя Считают Они Очень Продвинутыми Потому что У них Нет денег Нет жен Нет детей Потому что Если бы у них Все это было Они бы никогда Они бы никогда Не прогрессировали Не продвинулись Поэтому им Запрещено Иметь деньги Запрещено Общаться Близко с Женщиной Потому что Они не умеют Они всегда Находятся В двух Крайностях Симпатии И Антипатии Один будет Говорить Да ничего Женщины нормальные Они такие же Как мы Наоборот Надо побольше Поближе А другой Говорит Нет Надо Стенку Здесь Выложить Ну и тот И другой Просто озабочены Они просто Об этом Что Не знают И когда им Кто-то Дает Это знание Как вы думаете Они себя считают Неправильными Или они считают Неправильным Того человека Вот что такое Говорить Беспокоить Кого Не вешт Вот почему В Бхагавадгите Кришна говорит Мудрые Не беспокоят Не вешт Они не пытаются Оттащить От того С чем Они живут Они просто Пытаются Пропитать Их Ту же Деятельность Которой Они занимаются Духом Преданного Служения Для постепенного Постепенного Развития Сознания Кришны Духом Преданности Итак Говорится Что если Человек Просто Думает О женитьбе В будущем Его называют Упакурвана Брахмачари Это означает Что он думает В будущем Но когда он думает Уже сейчас Немедленно И он теперь Все время Постоянно Ищет Разные способы Как общаться Мне с объектом Своего Чувственного Наслаждения Постоянно Говорится О соприкосновении Возникает Что Как Если мы Соприкасаемся Неправильно Правильно Это в гуне Благости Неправильно Это в гуне Невежества Или в гуне Страсти Это называется Симпатия Антипатия Итак Если человек Без знания Это означает Не в гуне Благости А в гуне Страсти Или в невежестве Свяжется Соприкасается С объектом То возникает Без знания Гуна страсти Изгун и страсти возникнет что? Вожделение. Когда вожделение будет не удовлетворено, возникнет гнев и неудовлетворенность, оскорбительное настроение. А когда вожделение будет удовлетворено, возникнет жадность и привязанность. Жадность, в частности к женщине, жадность выразится в ревности. А привязанность вылится в чем? Что это станет мотивом всей деятельности То есть человек ради ее счастья начинает действовать И неквалифицированный человек этого не заметит Это и называется затягивающее влияние жены, детей, дома и всего остального Что теперь Бог, вся деятельность, все что делает человек Направлено удовлетворение, плодами вот этой всей деятельности Удовлетворить кого? Тех, кто его втянул А что значит втянул? Он позволил быть втянутым Он позволил Причина того, что он втянулся не они А кто? Он Итак, причина того, что нас беспокоят женщины Где? В женщинах? А? И поэтому Кришна говорит Ни деньги, ни власть, ни слава Враг человека Не женщины А его собственное Как это ни странно? Его собственное воздействие Почему? Потому что Его это беспокоит Потому что он это рассматривает Как объект чувственных наслаждений И если объект рядом А я не могу им наслаждаться То нафига он рядом? Если я пощусь И здесь жаротва Блин, не ходите там Где жаротва Когда поститесь Это называется Зволочи У них нет мозгов Про Пхупада Говорил И так далее И так далее И они даже не знают Что они совершают Что? Оскорбление Потому что человек Не может Позаботиться Когда он испытывает Либо симпатию Либо что? Антипатию Потому что Тогда Знание Покрывается Чем? Вожделением Потому что симпатия Это когда Наслаждаешь Вожделение А антипатия Когда его Оно есть Но ты его просто Что? Не наслаждаешь Поэтому есть Знание И знание Это не значит Наслаждаться Или Не наслаждаться Знание значит Наслаждать Кого? И поэтому Существует Ашрам Слово Ашрама Говорится Внутреннее содержание Слово Ашрама Это Как? Взаимоотношения С противоположным Полом В свете Знания Взаимоотношения С противоположным Полом В свете Знания Как узнать Что человек Продвинулся Он может Соприкасаться С объектом Чувственных Наслаждений Правильно Значит Он Более Квалифицирован Тех Кто к нему Испытывает Симпатию Или что? Антипатию Вот как мы Начинаем Видеть Что человек Приобрел Квалификацию От Хикара Стал Куда более Высокого уровня Потому что Этим еще Нельзя Они тут же Становятся Жертвой Этого объекта Которая Проявляется В антипатии Или В симпатии Антипатия Значит Они оскорбительно Потом Настраиваются А симпатия Ревность И мотивация Становится Целью их Деятельности Становятся Эти объекты Как их Не потерять И как Ими продолжать Наслаждаться Удовлетворяя их Итак Знание Приходит Не сразу Знание Приходит В результате Понимания Понимание Приходит Только в результате Служения Но Переправиться Через Океан Мирского Бытия Непросто Потому что Знание Должно Превратиться В отречение И только Такое Знание Помогает Человеку Переправиться Через океан Мирского Бытия Таким образом Человек должен Очень хорошо Распознать Знает он Или не знает Информация Это Или знание Потому что Знание Дает Отречение А информация Не дает Ничего Вот почему Говорится Теоретическое Знание Не дает Ничего Вот представим Что мы сейчас Скажем Мы все Души И что Или давайте Скажем Смерти Нет Поднимите Руку Кто ее Не боится Сейчас Проверим Да просто В пятак Дам Да и все Даже Убивать Не надо Человек Даже В пятак Боится Получить Вот просто А где А почему Дергаешь Это инстинкты Ну хорошо Давай Дергайся Дубину Возьму Даже Он будет Все равно Испытывать Срак Потому что Теоретическое Знание Ничего Не дало Но когда Знание На самом деле Говорится Знание Отречение Дает Человек Прекращает Так себя Вести Он идет На что И вот здесь Вритрасура Идет К смертельной Опасности Прямо Навстречу Смерти Идет Вот что Знание Помогает Идти Навстречу Смерти В Бхагаватам Описывается Четыре признака Обуревающего Страха Первый Вид страха Страха Который Проявляется В разных Категориях Живых Существ Которые Лишены Чего Знания Говорится Есть Две Формы Невежества И в шастрах Это описывается Вы помните Да Это Страх И что Одиночество Страх И одиночество Поэтому Бхагаватам Сразу говорит Что каждый В этом мире Что Одинок Если кто-то Помнит Одна Из Причин Употребления Одурманивающих Средств Какое Одиночество Одиночество Итак Человек Испытывает Неквалифицированный Страх Который Проявляется В разных Состояниях Итак До Ситуации Называется Боязливость Страх Который Трансформируется В боязливость То есть Человек В будущем Уже боится Разных ситуаций Там что-то Может произойти Так Так Может произойти Так Это боязливость Страх Который Обуревает Человека В момент Когда он Попадает В ситуацию Называется Трусость Итак Боязливость До события Страх Это так Страх До Боязливостью Называется Страх Во время Называется Трусостью И страх После Называется Храбростью Итак Это Три Разновидности В соответствии С гунами Да Это гуны Лишенные Чего Ну чего Знание Боязливость Раз Не знаешь И боишься Так Во время Страх Не знаешь Забываешь Как себя вести Когда только Неожиданность И когда Наделал Делов И думаешь Сколько Дадут Теперь Сколько Дадут Или что Теперь Будет Итак Боязливость Трусость И храбрость И человек Который Лишен Знания Он может Этот страх Который Страх А все Это называется Как Все Все Это Вместе Три Невежества И поэтому Говорится Страх Всегда Порожден Чем Невежеством То есть Незнанием Незнанием Мы боимся Всего того Чего мы Не знаем Не о том О чем мы Информированы Или не Информированы Не информация А знания Нету Которое Выражается В чем В отречении Почему Вритросура Не боится Ни после Ни потом И ни до Почему Вритросура Не боится Знание Есть Которое Выразилось В чем В отреченности Какое же Знание И так В шастрах Описывается Материальное Знание И какое Духовное Знание И как Нужно Рассматривать Материальное Знание Через Призму Духовного Знания И так Если материальным Знанием Мы с вами Говорили Рассматривать Духовное То мы Увидим Что Полный Пессимизм И так Эти все Многоученые Личности Рассматривая Шриман Бхагаватом Деятельность Предных Философии Духовной Жизни Они Смеются Скептично И так Они Испытывают В итоге Очень сильный Оптимизм По поводу Материальной Жизни И большой Пессимизм По поводу Духовной Но как Только Живое Существо Рассматривает Духовным Знанием Материальное Знание И духовное Как оно Начинает Исполняться Радостью Духовной Радостью То есть Оптимизмом Духовной Жизни И пессимизмом Материальной Таким образом Как узнать Что человек Приобрел Знание Он Очень Оптимистичен В духовной Жизни И очень Пессимистичен В материальной Вот почему Говорится Простая Жизнь И возвышенное Мышление Он живет Просто Потому что Он Очень Пессимистичен Ко всему Тут корни Пускать У него нет Желания Пропада Говорит Это как Человек Который Приехал В гостиницу Он может В хорошую Гостиницу Есть у него Деньги Он въехал В хорошую Нет у него Денег Он в плохую Въехал Но и тот И другой Командировочные Никто там Корни пускать Что Не будет Просто Были заработаны Деньги В хорошую Въехал Были заработаны Мало денег Или он там Экономит На что-то другое Он в плохую Но и тот И другой Там Корни пускать Не станут Ибо Они здесь Что В командировке И говорится Живое существо Здесь В командировке И тот Кто быстрее Это поймет Тот И быстрее Закончит Эту командировку Но иногда Живое существо Оно Обуславливается Этой командировкой И начинает Там жить Обзаводиться Корнями Пускать Туда Ростки И все Такое И когда Ему говорят Командировка Закончена Он Не хочет Уйти Почему Он пустил Корни Привязался Глубоко Пустился В эту Командировку И так Квалификация Приходит Постепенно В результате Служения И человек Может начать Ощущать Это знание Просветление Просветление Почему говорится Что гуна Благости Возвышает И просветляет Что значит Просветляет Возвышает Это значит Он на другую ступень Все время Стремится перейти То есть Он начинает Видеть Предыдущую ступень Видеть Только можно Сверху Поэтому говорится Гуна благости Возвышает Он начинает Видеть себя Того Позвысилось Знание Итак Возвышает Просветляет Что значит Свет Он начинает Видеть вещи Такими Какие они Есть Он не только Видит их Форму А что Вот Если в темноте Мы увидим Какой-то объект Что мы видим Форму И то Видим ее Как В плоскости Контурный Предмет Видим Мы не можем Понять его Веса Цвета Предназначения Порой И так далее Но когда освещается Больше получается Знание И так Свет знания Дает нам Больше Видения Об объекте Свет знания И так Человек Начинает Больше Видеть Что в нем Не так Что И говорится Это Состояние Баджина Кри Выражается В том Что человек Подходит Мы с вами Говорили К этому Уровню Который Называется Анардханеврити Он начинает Видеть Свои Недостатки И он Не считает Себя При этом Кем Падшим Да Ты думаешь Он не считает Себя Падшим Ну что Кто знает Он Ощущает Себя Невежественным Невежественным Говорится Истинное Понимание Невежественности Приходит Только на Уровне Анардханеврити Потому что Все остальное Внешне И внешне Как раз Можно Что Скрыть Внутреннее Как раз Внешнем Можно Скрыть Внутреннее Внешними Достоинствами Скрывать Внутренние Что Недостатки И таким Образом Внешние Все эти Богатства Скрывают Недостаток Духовный Вот почему Говорится Люди Устремленные К деньгам К власти К славе К почестям К знанию Лишенного Веры Вот это Карма Йога Гьяна Это люди Которые Испытывают Недостаток Духовной Силы Люди Испытывающие Недостаток И пытающиеся Внешнее Достоинство Внешними Достоинствами Прикрывать Внутренние Недостатки Этот Фиговый Листок О чем Мы с вами Говорили О чем Кришна Говорит Арджуне Пожалуйста Арджуна Прекрати Привлекаться Цветистым Языком Вет Который Сулит Людям Благополучие В своих Мирских Делах Прекрати Ты служить Кармии Йоги Игьяни Служи Мне Оставь Все виды Религии И просто Придайся Мне И я Избавлю Тебя От последствий Твоих Греховных Поступков Не страшись Ничего Итак Преданность Невозможно Купить За деньги Преданность Невозможно Получить Через Мирскую Славу Преданность Невозможно Просто Проанализировать Логикой Знанием Чем-то И преданность Не проявляется В форме Красоты Нашей Мирской Вот почему Иногда Думаю Что красивые Люди Они всегда Какие Хорошие Вы замечали Красивые Объекты Нам всегда Кажутся Хорошими Если нам Нравится Что-то На глаз Мы думаем Что это Хорошее А когда Мы уже Тем более Привязываемся Мы наделяем Объект Всеми Качествами Которыми Мы хотели Его Наделить Так Человек Впадает В иллюзию Как описывается Махарадж Бхарата Наделил Олененка Всеми Своими Хорошими Качествами И когда нам Это удается Мы в нему Влюбляемся И вот почему Говорится Что в материальном мире Любви Без страданий Что нет Почему Потому что Нам придется Разочароваться Разочароваться Нам придется Разочароваться И такой вид Любви Считается Невежеством Похотью И эта похоть Выразилась У Махараджа Бараты Как что Как желание Быть Благодетелем Благодетелем И это желание Было что Мирским Но он Принял его Это иллюзия А он был На уровне Кого Пхавы Пхавы На уровне Пхавы Иллюзия Все равно Проявляется Все равно Но в меньшей Степени Чем на всех Остальных Ступенях Вот почему Это описывается Говорится Его сердце Превратилось В озеро Любви К Богу Он сутками Проливал Слезы Любви В его теле Проявилось Все восемь Достояний Ашта Сатвика Викара И при этом У него Сохранялась Иллюзия Сохранялась Иллюзия Все равно Немножко Но сохранялась Которая Выразилась В его Желании Быть Благодетелем Что он Заскорбел О том Что недостойно Скорби Кого он Начал спасать Ему стало Жалко Что тигр Загрыз Олениху Которая Только что Родила Олененка Видите Даже на таком Этапе Человек Может проявить Что Сентиментальность Которую он Принимает За знания Даже на таком Уровне Вот почему Говорится Кришна Говорит Орджоне Что Жертвоприношение Благотворительность И тапасия Очищают Даже великие Души Даже великие Души Попадают Под влияние Иллюзии Но в чем Же особое Величие Этих Великих Душ В том Величие Человека Проявляется Что он Способен Эту иллюзию Что Распознать Где В себе Вот почему Говорится Что он В себе Может Видеть Все это И поэтому Благодаря тому Что он может Это видеть В себе Он может Это видеть В окружающем мире И это Это дает Возможность Понимания Что происходит В окружающем мире Почему люди Так действуют Потому что Он все эти признаки Видел Так же Где В себе Вот почему Кришна Говорит Арджуне Что обратись К самореализованным Личностям Которые Так же попадали Но они Увидели И избавились Увидели И избавились И поэтому Говорится Что Арджуна Не выступает Как слабак На круг Шетре Арджуна Выступил Как самый Опытный Предный Он попал Во все Уровни Иллюзии На круг Шетре И благодаря Тому Что он Проявлял Преданное Служение Кришне Кришне Удалось Его Через все Эти виды Иллюзии Протащить Очень быстро Потому что Бага Вадгита Очень маленькое Произведение Очень маленькое Произведение Если убрать Все комментарии Тексты Такой Такой И написать Вот это все Только черненькое Перевод Получится Очень маленькая Книжечка Очень при очень Маленькая Всего лишь 700 шлок Всего лишь 700 Маленькая Тоненькая Брошюрка Это мы Там Когда анализируем Как что было И превращается Это все В трехмесячные В четырехмесячные Курсы И что Быстрые подготовки Младших командиров И так далее Но На Курукшетре Это все Выглядело Очень быстро Просто Время Отступило Время Отступило Потому что Сам Кришна Был кем Времем Временем Но Бхагавадгидка Такое Маленькое Произведение Такое Малюсенькое Это мы Видим В виде Такой Толстенной Книги Потому что Там Как Есть Как Джабу Повторять Как Четки Смешивать Как Какое Слово Переводится Как То Как Все От Автора От Редактора От Того Благодарственные Письма Комментарии На 12 Страниц Перевод Там Того Сангригинальный Бам 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 Поля Все Куча И Такая Огромная Книженция Смотрит О Такая Малюсенькая Такой Быстрый Диалог Если Бо Они Четыре Месяца Перед Двумя Армиями Стояли Там И Кришна Бхакти Шастр Объяснял Это Была Такая Топасия Для Арджуны Такая Топасия Все Очень Быстро Произошло Говорится Арджуне Понадобилось Семь Вздох Чтобы Начать Сражаться Тот Кто Обладает Пониманием Ему Достаточно Семь Вздох Чтобы Принять Решение Действие Но Тот Кто Хочет Себя Обмануть Говорится Он Говорит Надо Подумать Говорится Думать Надо За Семь Вздох Враг Мой Взгляни На Меня Вдребезги Разбив Мое Оружие И отрубив Мне Руку Ты Уже Одержал Надо Мною Победу Но Даже На Грани Поражения Я Из Последних Сил Сражаюсь С тобой Желая Убить Тебя Даже Тебя Тебя Материал Материалисты Материалисты Материал Материал это даже не карма Канда. И если мы сами даже будем о себе думать, я сегодня столько много говорил о Кришне, заплатите мне. Но это все равно, это про джалпа была. Потому что сохранились все материальные представления об этом. Мирские разговоры про джалпу означают. Поэтому у нас очень много такой по форме сознания Кришны, по задержанию, по содержанию, полная про джалпа. Если вы будете совершать яги, денег, во у вас будет. Если вы будете то делать, да у вас будет вот так. Но это про джалпа. Потому что суть этого всего, развить преданность в человеке. Но не всегда об этом надо кричать сразу в ухо человека. Иногда хитрость, стратегия есть. Поэтому опытные и преданные, они иногда так. Входят как иголка. Выходят с плугом. Телегу целую утаскивают у человека. И себе присваивают. Если человека научить, как входить как иголка, то это еще не означает, что он, научившись это, будет преданным. Дуриат Хана был гением дипломатии и политики. Он входил как иголка. И выходил точно с плугом. Все отобрал. Все отобрал у всех. Поэтому иногда люди изучают все как средство. Мы знаем эту историю, о которой про упада говорил. Как пандит. Он масло приходил брать. И этот мельник, он быку колокольчик повешал. Чтобы когда бык идет, колокольчик звенит. И пандит сказал, ну что ж ты так делаешь? Колокольчик. А вдруг, говорит, бык остановится и так будет делать? А ты будешь думать, что он работает. И мельник сказал, да вы что, он же не пандит? Он же бык простой. Зачем обманывать? Это пандиты только. Шлоки там из США. Вот такая страница. Понял, да? Так что давай. Это не пандит. Он же бык, же не пандит. Вы что делаете? Бык простой он там. Пока идет, бренчит. Раз остановился, все. Там мы с кайками, хлесть, хлесть. Бык он лучше. Он простой. Поэтому это все эти мягкоголосые, сладко. Я вам говорю, еще это не означает, что человек преданный. Мы должны видеть, как он принимает. Каков он слуга. Принимает ли он видение, мнение и так далее. Вот что такое слуга. Если нам говорят, что вот так служить, значит, он хороший слуга. Он может быть очень хороший слуга, но не совсем квалифицированный ученик. Он может быть очень хороший ученик. И так далее. То есть, есть очень много разных разновидностей, которые нужно различать. Как Хануман, он искал сражение. Потому что в сражении он мог показать, что он предался. И вот он ходил, 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 метался. На всех наезжал. Он провоцировал всех. И все жаловались Господу Рамачандре после войны на Ланке. Все жаловались. Они говорили, ты успокой его, он что-то какой-то вообще проблемный человек. Он говорит, а что? Ходит всех, достает, ходит, достает. Потому что он не мог жить без преданного служения. Потому что мыть полы в храме и там картошку чистить. Для него, для Ханумана это была смерть. Как ты проявишь преданность на картошке? Для него преданность проявлялась в момент чего? Смертельной опасности во время боя какого-то, где надо было рисковать жизнью. Шрил Бакстан Сарасвати говорит, по риску можно определить преданность Бакты. Чем он рискует, совершая служение. И он ищет этого рискованного служения, где всем надо пожертвовать. Всем абсолютно. Жизнью, здоровьем, чем угодно. Славой, почестями, ну что такое, властью. И Бакстан Сарасвати говорит, вот это преданность будет. И Хануман, он думал, ну где я там на полах, какую преданность? Тут тетки моют, я мою, ну чем лучше-то? Он доходил, слонялся там, слонялся, слонялся. Потом давай всех доставать. Ну, чтобы какая-то ситуация была. Чтобы в ситуации как-то проявить какую-то преданность. Но никакой ситуации не было. И он ходил, и столько его авторитету было всяких, жалоб, жалоб на него, жалоб. И он сказал, ты что, Хануман, позвал его. И он пришел, Хануман, он говорит, да елки, ну давай, что-нибудь сделаем. Давай на кого-нибудь наедем, что ли, или давай войну кому-нибудь объявим. Ну давай что-нибудь спровоцируем, давай кому-нибудь обманем, скажем, что они обманули. И Господь Рамачандр сказал, зачем? Но Господь Рамачандр, естественно, понимал это. И он говорит, ну как, я хочу показать тебе, как я тебе служу. Я не могу без служения. Я не могу так вот просто, как они успокоятся на кухнях. В этих вот, в коптерках и там, на складах. Я не могу так тебе служить. Где же я покажу, что я преданный-то? Да? Не могу я так. И Господь Рамачандр сказал, ну хорошо, давай я тебе дам такое служение. Он сказал, какое? Попроси меня, что бы ты хотел от меня. Вот где риск был большой. Вот это был огромный риск для Ханумана. И Хануман сразу растерялся. Потому что он никогда ничего не хотел взамен, кроме служения. Кроме самой возможности показать Господу, как он к нему привязан, как он его любит. И Господь Рамачандр сказал, ты хочешь служения рискового? Вот я тебе сейчас его даю. Попроси о меня о том, о чем ты хочешь. И Хануман был сбит с толку. Он раз, и он. Ну что я хочу? Ничего не хочу. И он сказал, так вот. Он говорит, нет. Вот чем тебя наградить за твое служение? Я говорю, что это ничего вроде не надо. Нет, это не служение. Я хочу, чтобы ты у меня что-то попросил. Он сказал, еще раз. Внимательно. Я хочу, чтобы ты что-нибудь у меня попросил. И он метался, метался. Не знал, что. Он так пытался. Он сказал, я прошу тебя, чтобы ты меня ничем не просил. И Рамачандр, он смеялся. Давай, проси. И вот он что нашел? Давай обнимемся. Давай обнимемся. И Господь Рамачандр с ним обнялся. И как только он его обнял, говорится, Хануман испытал такое счастье. Такое счастье. И для него не было большей награды. Потому что это уже был оттенок сакки расы. Говорится, когда Даси поднимается до самой кульминации, то в Даси начинает проявляться сакки расы. Дружба. И он как слуга друг обнял. И когда Кришна говорит Арджуне, ибо ты мой дорогой друг, это не означает, что Арджуна друг такой был. Нет, он был слугой другом. И они обнялись. И Хануман, прямо для него это был риск куда больше, чем какие-то остальные риски. Он рискнул проявить дружбу с Господом. Это было еще хуже, чем он мог потерять все. Потому что это могло быть чем? Да, оскорблением. Он готов был рискнуть даже всем, ляпнув это. И Господь Рамачадр это воспринял как такой риск, потому что он знал, что для него то, что он достиг, это было выше всего. И он рискнул. Поэтому, говорится, Хануман, он является эталоном Даси расы. Арджуна, Саки. Но он слуга. Они все слуги. Даже Баларам он слуга. Даже Шримати Радхарани она служанка. Все слуги. Просто есть, когда к Айшваре примешивается Матхурия, а есть, когда к Матхурии Айшваре. Во Вриндаване там также слуги есть. Потому что все служат Кришне, но они служат в любви. Поэтому там такой Даси и Ханумана нет. Там к Даси примешивается Матхурия, Вацалия, Саки. А во Вриндаване там наоборот к любви примешивается все остальное. В этом только разница. Поэтому, говорится, во Вриндаване нет Даси и нет Айшваре. Там есть дружба, супружеские отношения, отношения любовников, отношения родственников. Но нету Даси и нету Шанты. Шанты, прошу прощения. Любовь. Чистая любовь. А на Вайкунтках там все пропитано Даси. Благоговением, почтением и смирением. И восхищением. Это Шанта также там присутствует. Восхищение, которое выразилось в желании служить. Это настроение называется Лакшмина Райана. Ишваре. А Матхурия это Радха Кришна. Но никто, говорится, не может подняться до Матхурии, не миновав Айшваре. А чтобы достигнуть Айшваре, нужно отказаться от кармы, йоги и гены. И от чего еще? Мокши. Мокши. То есть, религии ради богатства, богатства ради чувственных наслаждений, когда все приестся, разочароваться и попытаться освободиться от страдания, разочарования. Разочарование дает сильное страдание. Разочарованный человек страдает очень сильно. Пожалуйста, вопрос еще есть. Сейчас. Мы должны очень хорошо понять оставаться в процессе преданного служения. Люди так вообще невнимательны к словам. Вообще ужас. Я вот каждый раз вижу. Они говорят, ну мне сказали продолжай. Я говорю, что продолжай, это могу ничь то ли? Нет, гуру сказал продолжай. Продолжай что? Как? Как раньше? Ну вот видишь, просто говорится, когда мы не квалифицированы, мы не обращаем внимания на смысл слов, которые нам говорят. То есть, мы не глубоко не проникаем ни в одну фразу. Поэтому, говорится, нектарное оставление это проникнуть вглубь. То есть, понимание получить той или иной фразы, того сочетания слова. И когда нам говорят предное служение, то это имеется в виду, что предное служение, а не какая-то кармическая деятельность или что-то еще. Предное служение. То есть, деятельность с преданностью. Очень много деятельности без преданности. Очень много. Столько, что ее всегда больше, чем действий с преданностью. Всегда больше. Как думаешь, на сколько? Вот поэтому про упады и говорю. Есть 999 причин действовать без преданности. И всего одна причина с преданностью. Вот таким образом из всего, что мы сделаем, может быть, едва ли нам одно удается сделать с преданностью. И когда нам говорят продолжай преданное служение, это что, обо всем остальном или вот об этом одном, что нам иногда удается? Что развивать? То или это? Поэтому я говорю, вот это скрывает вот это. Чтобы скрыть, что этого нету, можно вот это все предлагать. и духовный учитель очень квалифицирован всех этих чемпионов мира, всяких великих проповедников. Это хорошо, но он через это пытается рассмотреть, развил ли человек что? Через все эти подвиги. Что? Преданность. Потому что все это также достижимо, если у человека есть материальные мотивы. Желание славы, почести, денег, того и сего, вознестись на райские планеты, убежать от рождения и смерть, это не преданность. Понимаешь, да? Это не бахти. Тогда все буддисты были бахтами, все бы были бахтами, а это не бахти. То же самое люди делают еще лучше, если они просто даже кармаканды исследуют. Поэтому Прупады говорит, ни один преданный не способен повторить то, что делают карми. Какие они ритуалы делают всякие. Туда плевать, туда не плевать, тут касаться, туда аппаратки, там аппаратки, везде аппаратки. Поэтому это еще не означает, что в человеке проявлена преданность. И гуру, его квалификация, гуру, это попытаться развить в человеке преданность через определенную деятельность. И если эта деятельность не помогает человеку развивать преданность, то эта деятельность считается неблагоприятной. Даже если она по форме, выглядит полностью, исключительно на наставлениях про упады или чего-то. Понимаете, да? Поэтому, когда Рупугу с вами говорит, принимать все благоприятное для духовного прогресса и отвергать все неофит, конечно, всегда понимает это как? Внешне. Поэтому они и говорят, женщины, это неблагоприятно для духовного прогресса, а мужчины, благоприятно. что вы имеете ввиду? Поэтому у нас раньше была зеленая планета, в шастрах пишут, зеленая планета, а теперь какая? Какая синяя, голубая ее называют. Синяя. У всех шастрах говорили зеленая, а тут она оказалась уже. Был Гринпис, теперь будет Блюпис. В этом вся проблема. Поэтому люди, они неквалифицированы, но они очень хороши могут быть. Очень... И думать, что они так здорово прикрылись там чем-то своей своей благочестивостью. Человек может быть преданный и неблагочестивый. Мы сами должны понимать, на каком уровне находимся, какие уровни на сфере. Можем, конечно. Но только с платформ. Конечно. Или если мы кому-то очень сильно доверяем. То есть кто-то для нас авторитет, он может нам указать на это. Мы должны убегать от авторитетов. В этом суть, что авторитет это не тем, с кем мы наслаждаемся и чувствуем себя хорошо. Мы всегда же хотим набрать такого авторитета и говорят, ну как тебе лекция? Ну блин, ну что опять нафиг нам все говорили? Мне неприятно прям слушать. То ли дело я там был. Все вдохновляют меня. Гуру, когда с лекцией я прям сразу вдохновляюсь. Что и неудивительно. Потому что человек разумный ищет гуру, который будет указывать на ошибки. Понимаете? Что вдохновиться опять так действовать, что ли? На что вдохновиться? Значит, человек не слышит гуру. Кого гуру прославляет? Кого гуру выделяет? С кем у гуру отношения? С каким из моих братьев? Или с каким? Что он подчеркивает в преданных? Кого он больше защищает, любит? Можем сразу и что он делает? Почему у него такие отношения с моим гуру или со своим гуру? Что он делал, что у него такие отношения с формированием? Понимаете? А мы говорим, ну а у нас там, ну да, что вы шутите? Это неквалифицированные люди. Они, я понимаю их, но это таков их уровень. Потому что они везде ищут экстаз. У них нету гуны благости. Поэтому они ощущают, что вот это вдохновляет, а это опускает. Это милость Бога, а это милость дьявола. Понимаете? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Виютха Викалпа называется. На уровне Баджина Крия. Может, Мили Парупада говорил, на этом уровне человек, на этих уровнях, вот этих шести ступенях, человек может десятки тысяч жизней, сотни тысяч жизней находиться. Так и не дойдя до следующей ступени. Хотя всю жизнь проживет в храме, будет повторять джапу, жить в святых местах, биться об коров, об дурахманов, а во что там еще с разбега нырять в Радхакунду? Если он не понял, что он невежда и нужно избавиться от невежества, тогда все это будет лишь фиговым листком, которым он прикроет свой срам, что преданности так в нем и не развилось. И тогда он начинает прикрываться фотографиями, шлоками, чем угодно. чем угодно. Не надо распознавать. Человек начинает ощущать радость от преданности. Преданное служение, оно приносит совершенно иную радость, иной экстаз. Поэтому говорится, что преданный, который пал жертвой вожделения, но при этом он что-то сделал с преданностью до этого, его нельзя считать обычной личностью. Это Бхагаватами, я тебе рассказываю. Потому что один раз вкусив нектар с лотоксных стоп Кришны, он уже не может жить как обычная личность. И он все время думает и мечтает, как вкусить этот нектар заново. Поскольку ничего не находит в этом мире слаще этого. Поэтому его считают кем? Садху. Потому что он начинает искать нектар, он ищет нектар, потому что все, кто-то раз вкусил нектар, он уже никогда не оставит это. Никогда. Но тот-то его не вкусил, кто только слыхал, как кто-то едал. Я видал того, кто слыхал, как его дед едал. Бхагават говорит, сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовал. Поэтому суть не в том, что кому-то рассказать, что кто-то там едал, а самому ощутить нектар. Хотя бы там пылинку, какую-то брызгу. Я не говорил, что надо рассказывать об ошибках или о подвигах. Надо рассказывать свою реализацию. Реализацию. Да, надо говорить о том, что такое бывает, вот так, так, так бывает, так бывает. но ошибку можно увидеть только с позиции ее чего? Исправление. Да. Можно увидеть ошибку, но ничего, она не дает никакого опыта. Ну, ошибся и что? Опыт, это значит, вы увидели ошибку. Во-первых, попали в эту ситуацию, вляпались и вылезли из этой ошибки при помощи чего? Какого метода? Конечно. Принципов преданности. То есть, вы через преданность выбрались из этой ситуации и не через что-то другое. Да. Тогда у вас появляется опыт преданности. Тогда вы можете рассказывать, как вы благодаря преданности переправились через океан мирских проблем. Кармы, какие-то реакции приходили, то, все, и вам помогла переправиться через это. Только преданность и больше ничего. ни карма, ни йога, ни гьяна, ничего. Ни слава какая-то, ни власть. А вы только на корабле трансцендентального знания смогли преодолеть это. И капитан этого корабля кто? Гуру. Гуру. Какой гуру? Гуру Ачария. А там у него помощник, стар пом, младч пом, там этих офицеров, е-мое. Куда бедному крестьянину деться прямо? Невозможно. А люди себе же присваивают это все. Я там такой великий перебирался. И тогда эти люди вводят всех в заблуждение, в заблуд. Блуд. То есть, опять к чувственным наслаждениям возвращают. Потому что они думают, что этот человек переправился в результате своей уникальности. Лавливаете, да? А не в результате милости тех, кому он это рассказывает даже. милости вот всех. По милости этих людей я так продвигаюсь, что ой-ой-ой. Я так продвинулся в этой, в академии, когда работал, студенты меня так сильно продвинули. Пока я культуру проповедовал там уже, не знаю, 10 лет. Я так продвигаюсь, когда людям плевать, кто я такой. Брахман я там, президент, они вообще не знают. Они просто смотрят на меня, какой я человек. Какой я человек? Верующий или обманщик какой-то. Им-то наплевать. Они-то не понимают, что такое аппаратки или что-то. Надо они там приморять меня где-нибудь за углом. Там вы начинаете прогрессировать непосредственно в сражении с кем? С собой. Что вы должны представить не себя, а представить этот метод, этот нектар представить людям? А не сидеть там картошку чистить под видом того, что вы такой смиренный. Вам говорят, прекрати ты чистить картошку, вот это надо делать. Не-не-не, я охраняю тут машины этих мужиков. Мне сказал, кто? И он делает вид. Президент ему говорит, не делай, а он говорит, а мне вот этот вот сказал, Даялга Уранга сказал. Что это странно, елки. А я кто? Ну, вы так, вы этим не занимайтесь, не надо, идите там. В офисе посидите там, посмотрите, шматрицу там, давайте, потом нам расскажете, мы посмеемся. Приоритеты сбиты с толку, и они не понимают. Как прупада говорит, приехал в один храм, и там алтарь открыли, и предные все спиной сидят, у них асанадам стоит, алтарь здесь, алтарь раз, открыли, они все спиной сидят, прупада сел, поглонился, они тоже повернулись, сели. начал лекцию, о важности авторитетов, рассказывал, рассказывал, и говорит, рупу госвами в бакте расамри ту синху говорит, сначала он рассказал, кто такой рупу госвами, прославил, что он гопи манджаре, рупа манджаре, самый классный, что он приходит, чтобы объяснить, что как бы там избежать, его от оскорбления, и он, рупу госвами в бакте расамри ту синху говорит, что поворачиваться спиной к божеству это оскорбление, они все сидят. Только президент аккурат немножко, он дальше говорит, рупу госвами в бакте расамри ту синху, самый выдающийся знаток предного служения, говорит, что сидеть спиной к божествам это оскорбление, президент говорит, нам региональный секретарь разрешил. Рупада ему так же наклоняется, он говорит, а рупу госвами в бакте расамри ту синху говорит, что сидеть спиной к божествам оскорбления. Региональный секретарь рядом сидит, он говорит, да я-то при чем здесь, мы у ДжБС спросили разрешение, ДжБС не против. Рупада говорит, а рупу госвами в бакте расамри ту синху, говорит, что это оскорбление. Вы понимаете, да, суть? Они сбиты с толку были. Поэтому прупада отчария, что он ничего своего туда не выносит и ничего не выдергивает. Поэтому те, кто имеет большой опыт служения, они даже видят это сейчас здесь. Одни что-то разрешают, то, чего шастры запрещают, и что-то там делают по блажке. И поэтому прупада говорил, нужно быть очень внимательными. Ничего! И он установил свою мурти, заставил установить и свои книги изучать. Потому что он понимал, что ученики могут так же начать что-то такое разрешать то, чего он не разрешал. Или как буддизм, он говорит, никогда не верьте и никогда не думайте, что я когда-нибудь кому-то разрешал или сам ел мясо. Вот сейчас буддизм там ел, он там свинью съел, она бежала, он раз на нее напал и загрыз ее. Потом пятачок выкатил просто вместе с костями съел и вместе со свинопасом. Они там только не рассказывают. А там-то речь-то шла о чем? О грибах. Есть определенная разновидность грибов. Он грибы съел, а не свинью. И говорит, на санскрите там название грибов такое, что санскрита это слышится как свинья. На санскрите слышится это два слова слышны как свинья. Ну, знаете, как в английском щип и щип. корабль и овца. Вот примерно так же там свинья и грибы названия так похожи. Но пишется по-разному. Или кто-то там слушал, как всегда, знаменитый какой-нибудь санскритолог, и пошла история, что он свинины наелся и помер. представляете? Поэтому это очень... там рассказали о трехразновидностях страхов, что суде невежество и самый последний страх после событий и почему храбрость он называется? Ну, храбрость же она бывает всякая разница. после событий каких-то... Как? Дал жене в лоб. Она на тебя выскочила с ружьем. Ты выбил ружьем Маваши Гери Борисович и нанес ей пальцевой удар или нет, или выполнил упражнение алмазный кулак. Потом думаешь, йо-о-о, что наделал? Храбрость разная бывает. Бывает храбрость в гуне страсти, в гуне невежества, в гуне благости. Есть трансцендентальная храбрость. Вот в ритросуру он трансцендентальную храбрость, он не боится ничего. Он боится, что не исполнит своего долга, который приведет его к духовному прогрессу. Он даже стал демоном, то есть он использовал свое демоническое положение для духовного прогресса. А мы хотим использовать только брахманическое положение, только положение благочестивое. Это означает, что мы не умеем соприкасаться с двойственностью, мы введены в двойственность. Самые неблагоприятные вещи нас куда быстрее могут продвинуть, чем благоприятные. Поэтому храбрость она бывает разного уровня. Вот представим, помнишь, я рассказывал про плащ и про родину. Вот он бы храбрость проявил. Взял бы и убил бы этого, который на него с ножом. Или храбрый стал, его бы ткнули все-таки ножом. или руку ему так же. Я вот тут без руки уже лежу, видишь, как я свой плащ защищаю, я все равно тебя не боюсь. Глаз нажил, без глаза, без руки, все равно плащ тебе не отдам. Храбрый? А потом раз, больница сидит, и плащ покоцали, и урки меня порешили. И сидел бы, и думал, нафиг я руку потерял, глаз потерял. И что? За что? Вот храбрец. Похоже, глупец. Вот он, вот это называется. Такая, кому храбрость нужна. Всегда какой-нибудь, я помню, мы маленькие были, там раз такой приходит, весь в шрамах, там что? Все спрашивают, это откуда? А это я в том кабаке разодрался. У-у-у-у, а это что? А это мать на меня бросилась, я как ей дал мне, ну она падла мне, вот вилкой угодила. Все, у-у-у-у. Мы думали, вот какой смелый, в боях, с матерью, с пьяницами, там с теми, с теми, весь изрезанный, израненный, так жалобно стонал. Мы думали, какой смелый человек, елки-палки, все эти ранения он получил. Дурость какая-то. И что тебе за это ранение дали? Два условно, за это три условно, за это пять строгача. Герой. Что такое? Амбиции. Поэтому надо знать, где храбрость. Знание дает возможность понять, где храбрым быть, а чего бояться, ну и нафиг, там может такое произойти, придется убить, если убью посадят. Нет, нет, нет. Как я рассказывал про оружие, что шудры ценят оружие, вайщи ценят оружие, кшатри ценят оружие, и браманы ценят оружие, и преданные ценят оружие. Поэтому кто-то говорит, о, они ценят оружие, наверное, кшатри. Да? Ну что? Для одного оружия это средство нападения, и там с оружием они гадости всякие делают. Для одного оружия это средство защиты. самообороны. Для другого это оборона чего-то еще, служение кому-то, и так далее. Для кого-то оружие это фактор обучения кого-то, обучает человек, как правильно обращаться с оружием, показывать, там все такое, рассказывать, какие принципы, какие цели, какие мотивации. Брамана так вот будет с оружием обращаться. Узнает, где, как оружие применять, в каких ситуациях, что, по отношению к кому. Как вот шастра говорится, кшатрия никогда не поднимет оружие на сумасшедшего, пьяного, лишившегося колесницы, безоружного, сдавшегося в плен, ребенка, старика и женщину. Никогда. А у нас, в нашем уголовном колбексе, если они не нападают на вас со смертельным оружием, или не пытаются вам причинить какое-то, вашему здоровью, ничего. Нет, а кшатрия не поднимет, даже если здоровье причинит. И поэтому пхешмадева выкатила там шинкандин с оружием. Не, не, такой он был. Тоже с дискотеки. Пхешмадева так на него посмотрел и опустил лук, меч, все опустил. Все говорят, ты что, давай, давай. Он говорит, ну я с женщинами дерусь. И поэтому его убили. Он все равно не стал, просто он видел, что в этом теле, в теле этого воина, тетенька там, тюша, чья-то или кто там, не знаю, какая-то уточка. Простите. Как же можно оружие поднять? По попе можно там дать, там или что-то. Это что-то, это же не война по попе бить, там листать. Что-то как оружие, а ремень-то это, ну так, можно сантиметр так сделать, как пермоталь, иметь. Ну это что, ребенок, женщины и дети, ну разве на ребенка вы уж нападаете с оружием? На колеснице боевой, представляешь, забегаешь в комнату, на боевой колеснице, весь в латах, с булавой, там с луком, как давай палить в ребенка своего, как давай его месить там, всеми видами каратэ там, или всего там остального. Ну скажи, или к жене, вот есть же всякие, кухонные шатри-то, как залетает там, на боевом слоне, заезжает, все, градом стрел обсыпает, брахмастру взрывает на кухне, и все, и всем хана там. Или сдавшимся на милость, на плен, как это же, к шатри никогда не будет этого делать. Поэтому, говорится, к шатрию очень легко убить. К шатрию всегда очень легко убить. Почему? Потому что он благороден. Поэтому люди думают, что они победили его. Нет, он победил, потому что, говорится, Кришна говорит, я нравственно стремящийся к победе. Он нравственно поступил, поэтому он отправляется в рай. А вы здесь победители остаетесь здесь, на этом уровне. И еще за это несете что? Что вы достойную личность замочили, и вы несете еще за это реакцию. К шатрию очень легко, против него, против к шатрии, очень легко к шатрию сместить политикой, обманом, кознями. И к шатрии, даже зная это, не спуститься до такого уровня, чтобы атаковать таких личностей. Потому что, что видят, что они просто слабы, поэтому они из-за спецподтишка и все недостойное поведение. Шатрия никогда не спустится до, как это говорит, битва в зале, смертельная битва в Шаолинском монастыре, и самое сложное, это пьяная драка в коммунальной квартире. Никогда на этого не спустится. И браманы тоже, они же знают, как действовать. Когда им угрожает опасность, а если они защищают кого-то, они там... Смотря какая опасность, они, говорится, должны встретиться в честном, открытом бою. Вот представь, что мне кто-то угрожает, там что, и чем угрожает? Кем-то что-то. Им надо прийти и сказать, давай, у тебя есть какие-то ко мне проблемы, давай с тобой честно. Там, до первой кровянки, боксерских перчаток, хочешь на саблях, хочешь на ножах, давай пойдем стреляться. Но это будет честно, открыто. И пусть Бог нас рассудит. Так ведь, да? Он говорит, я победа нравственности. Кто из нас более нравственный, пусть это, кстати, решится. Бог пусть определит, кому здесь жить, а кому отправиться куда там, в ад или наверх. И пусть нашей рукой управляют там все, гуны. И поэтому он говорит, что Дритараштра, он понимал, что его дети подонки. И что святое место повлияет на исход битвы в пользу его племянников, пандав. Он понимал это, но надеялся на ось. Но они встретились в открытом бою. Почему? Потому что Кришна устроил так. Он не хотел, потому что они забодали всех своей политикой, интригами, подвохами. И он вытащил их на Курукшетру, послав к ним кого? Дроначарию, Карну и Пхишмадеву, которые вдохновили их вылезти на открытое сражение. Потому что, если бы такие великие личности туда не встали, они бы никогда не стали в открытом поединке сражаться. Они бы все козни чинили, сплетни распускали, чужие, а так они все выкатились. И поэтому Дурьядхана надеялся на кого? На Дроначарию и Пхишмадеву. Он поэтому возле них крутился все. Их вдохновлялся. Он все время возле этих великих личностей крутился. Потому что, говорится, один Пхишмадева мог решить исход всей битвы, даже более превосходящей, чем это. Так он был непобедим. Непобедим. И Кришна сказал, нет, его победит, его благородство. И там этот вылез, так сказать. который в трансе свистел. И все. И все. И исход битвы был решен. Пхишмадева. Я хотел спросить, были случаи, когда Кшатри защищали кого-то и уже против выступали женщины, если опасно к жаловам, кого они защищали? Еще раз. Ну, как Ленин, например, застрелила женщину. Крубо говоря, Кшатри мог тогда, если бы защищала Ленина, эту женщину как бы убить, она решила? Да. Да. Обычно их не убивали. Он должен, он, да, он должен был ее как-то там, ну, помешать этому, да. Это не значит, что он во всех, это же не компьютерные игры, когда вы там в достижении цели давите всю улицу пешеходов, там, чтобы там, чтобы там очень много экспириенс получить и левел аптексы схватить. Нет. Это не игра, это искусство, искусство войны. Для Кшатри было бы это позором. Поэтому Пхишмадева, даже в этой ситуации, он не стал атаковать Хишинкандина. Хотя была ситуация, он защищал, там, то, сё, он не дал это, он не позволил себе этого сделать. Кто-нибудь захотел защитить, да? Кого? Видели же воины вот эту ситуацию? То есть это уже... Кого защитить? Ну, он же не подарил, для кого-то же учительный был. Ну, кто-то дороже, для кого-то он был дорог. Но Пхишмадева первый так и всех и обучал, как же они могли вперёд батьки в пекло залезть. То есть это уже... Ничего себе, он стоит, они там, они бы, они ждали его указаний. Если бы он им сказал, они бы сделали это. Но Пхишмадева и не сказал бы, не дал бы так. Он всё опустил и стал смотреть. И он понял Пхишмадеву, что это Кришна сделал. И поэтому он обрадовался. Потому что сражаться на стороне дурака этого подлеца ему не хотелось. Есть диалог Пхишмадева, где он говорит, я так сильно испытываю это чувство, что я нахожусь рядом с полным подонком-идиотом. Но поскольку мой дорогой Господь хочет, чтобы я его вдохновлял на открытое сражение, я сделаю это, как служение моему дорогому Господу. Пхишмадеву уже понимал всё это. Да, он всё время уже искал смерти там. И он понимал, что он владеет такими способностями, что его убить-то могут только провидения. Только Кришна может убить. И поэтому он как бы так очень сражался. То есть он понимал, что ли он там ну да, там просто ходит. Всё это разлетается. И потом, когда он, да, когда он хотел Аржунду убить, Кришна колесо-то схватил, и вот Кришмадева, он такой в экстаспал, он такой во, во, а Кришна разлетается. И он опять облом. Есть же эта картина, он так стремился послужить Господу, и он думал, вот оно, вот оно сейчас. То есть смерти для него не было, но новую жизнь. Он устремился к этому вечному блаженству, поэтому он так, что Господь убивая, даёт то, на что медитирует. И он медитировал на отношения с Кришной там, в духовном мире, и поэтому он так устремился. Потому что это служение было. Умереть от руки Господа, я не знаю, что больше. И тут, тем более, он непосредственно, ни через Арджуну, ни из кого, сам лично, схватил это колесо. И как что, как чакру её держал. А чакру убивают кого? Демонов. Я говорю, Кришна так. И бросил. Нет, ты никакой не демон. Я тебя чакрой не буду убивать. Чакра, значит, колесо. Ахишма такой. Ну, пусть, пусть, как дема, хоть кого. Поэтому браманы, кшатри, ващи, шудры, это не значит, что это просто гунна-карма. Они должны быть вайшнаумы. И их положение должно определяться их преданностью, а не их кармическими заслугами. И это определяет Кришна. И поэтому, если мы, коль мы тут всем по ушам хлопаем, что мы здесь в сознании Кришны, и что мы тут, так сказать, преданные, то мы и должны также рассматривать здесь между собой людей. Не с позиции кармических каких-то подвигов и всего остального, а с позиции преданности людей. И поэтому авторитеты это делают. Это не делают простые люди неквалифицированные. Потому что они видят только их кармические заслуги. Наслаждение видят. Они хотят наслаждаться лекциями, наслаждаться чем-то. Этот дух наслаждения очень силен. Очень силен. Ибо, говорится, живое существо с незапамятных времен находится в материальном мире. И это привычка наслаждаться. Порой даже не хочешь, а все равно прет. Привычка. везде выуживать эти чувства и наслаждения. Даже в смерти и хоть где. И от этого очень сложно избавиться, особенно самому. Самому невозможно. Говорится, никто в прошлом, в настоящем и в будущем не сможет сам избавиться. Только по милости преданных это происходит. Поэтому сейчас общество преданных это самый важный фактор взаимоотношения, развития взаимоотношений. И поэтому Санат Могасвами говорит, развитие любовных взаимоотношений с преданными это приравнивается к развитию тех же самых взаимоотношений с Кришной. Поэтому тот, кто любит преданных, он уже автоматически любит Кришну. Между преданными атрибутами его окружения, нет разницы. Потому что Кришну окружают только преданные. И преданные мы-то рассматриваем вот красивые, некрасивые, образованные, не образованные, приятные, неприятные, хорошо пахнет, плохо пахнет, что-то там такое. Есть деньги, нет денег, это неприятность. Не это является критериями взаимоотношений в преданном служении. Поэтому вот этот дух наслаждающихся, он и приводит в это состояние эксплуатировать всех в преданном служении. Под видом преданного служения просто наслаждаться плодами этой деятельности. И все хотят наслаждаться. Поэтому самой преданности под видом можно. Поэтому люди себе дома строят, машины, деньги копят, какие-то чтобы просто наслаждаться и вводят в заблуждение какую-то неискушенную публику, которая искренняя. Но поскольку они хотят обмануться, они всегда натыкаются на обманщика. Потому что в чем обман-то? Они одно за другое принимают. И материальная природа подбрасывает таких личностей. Но тот, кто хочет по-настоящему предаться, он ищет то, что разобьет в пух и прах его невежество. Поэтому человек очень серьезный, он ищет того, кто бы разгромил его, а не того, кто бы его погладил. Поэтому Махарад Шрахугана, когда встретился с Джадой Баратой, он ему предался. Понимаете? А что делал Джадо Барат? Громил его. Вдоль и поперек. Выставил его таким идиотом, что именно рядом с ним он почувствовал себя тем, кто он и был на самом деле. А поскольку он свято верил в философскую истину, он четко определил в филе.